Елена Фремлевна, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике? Добрый день. Сегодня на 25 декабря зарегистрировано 194 новых случая. Из них максимальное количество традиционно в городе Якутске 84. Но если мы видим некий спад по городу Якутску в нашей столице, то имеется некий подъем в наших крупных населенных кругах. Например, в Миринском районе это 20 случаев, в Мегино-Кангаласском 14, в Алданском 12, в Нерингринском 10 случаев и еще в 17 районов от 1 до 6 случаев. Хотелось бы отметить, что практически 78% из всех пациентов, которые были зарегистрированы с начала пандемии, у нас выздоровело. Сегодня максимальное количество находится на амбулаторном лечении, чуть меньше тысячи находится на стационарных койках. Коечный фонд у нас уменьшается, согласно тех параметров, когда есть потребность в коечном фонде. При этом мы все равно сохраняем резерв, понимая, что возможно в любой момент увеличение количества заболевших, особенно в период после праздничных дней. Поэтому хотелось бы обратиться к населению, помнить о том, что все-таки, несмотря на то, что есть некий спад, ситуация все равно остается напряженной, необходимо соблюдать все меры предосторожности, особенно сейчас в активные предпраздничные дни, когда мы традиционно ходим и посещаем торговые центры, какие-то мероприятия. Поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности, ношение масок в социальную дистанцию. Все это даст нам возможность уберечься от таких основных заболеваний, как в том числе ОРВИ, который начинает сегодня расти, и, конечно, от новой коронавирусной инфекции. Надо сказать, что наши лаборатории сегодня имеют мощность до 6 тысяч, но пока мы делаем 2 тысячи исследований по потребности населения, всего за весь период мы сделали свыше 523 тысяч проб на новую коронавирусную инфекцию. Я желаю всем благоприятно провести новогодние праздники. Для этого еще раз повторю, надо себя беречь, беречь своих родных и близких. Всех с наступающим Новым годом! Спасибо большое!